Друзья, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Алексей Гомон меня зовут. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Сегодня снова с нами американский политик Борис Пинкус. Борис, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Взаимно и слава многострадальной героической Украине. Героям слава. Спасибо вам за вашу поддержку. Вы всегда ее указываете, господин Пинкус. Это очень приятно. Мы сегодня с неприятных вещей, конечно, начнем. И вы знаете, война в Украине продолжается, однако всколохнула просто мир. Война варварская абсолютно, которую развязали против Израиля. Официально страна уже в состоянии войны. Весь мир увидел вот эти просто ужасные кадры, где террористы издеваются над женщинами, мужчинами, берут в плен даже пожилых людей. Мы видели все издевательства на территории сектора газа, которые происходят с теми, кого угнали, грубо говоря, в плен с территории Израиля. Тысячи ракет летят по Израилю уже не только из сектора газа, уже летят из Ливана. Группировка Хизбалла заявила, что обстрел Израиля был, так скажем, символом поддержки палестинцам. В целом, господин Пинкус, насколько, как вы считаете, ожидаемо было это все? Ну и к чему может в итоге привести? Потому что разгореться на Ближнем Востоке мы давно говорили, что могло. И вот станет ли это отправной точкой для, скажем, такой более широкой глобальной войны? Да, вы знаете, я вам скажу прямо, даже самые-самые оголтелые скептики о положении Украины в этой варварской войне этих негодяев с Востока не могли даже предположить, что ситуация настолько усугубится. Вы представляете, сегодня трудно даже представить, в каком направлении будет вестись политика мировая. Настолько трудно представить, что, честно сказать, на ум, хотим мы того или нет, прям приходит навязчивая идея о том, что Третья мировая, они за горами. Вы представляете, и настолько все сейчас переплетается в один узел. И несмотря на то, что сегодня вот на Ближнем Востоке это все разгорается, а Ближний Восток – это намного опаснее, чем война в Украине по целому ряду причин. Это узел, где пересекаются интересы мировых игроков. Там и не только Америка, там Исламский мир, там Китай и, конечно же, Россия. Та самая Россия, которая, я не сомневаюсь, приложила руку к тому, что сегодня происходит в Израиле. Почему? Очень просто. Путин, КГБшник, сегодня ищет любые способы, чтобы отвлечь внимание Запада от войны в Украине. У него не осталось козырей совсем. И вот это его выступление на Валдайском так называемом форуме, где он обнажил свои надежды, свои видения, и даже, вы знаете, он не сомневается, что его надежда осуществляться, на то, что может произойти в ближайшее время и должно произойти, и доводит до его слушателей идею, что он вечен, что Россия вечна, и она была, есть и будет таковой, какой была. Более того, даже в другом статусе, статусе великой державы. Вы посмотрите, до какой степени он уже настолько оболванен своими мысливыми, своими иллюзорными, фантастичными, несбыточными идеями, что он оторван от реальности, которая сегодня имеет место в Украине, где Украина имеет успехи, достойно защищаясь и медленно, но верно атакуя, переходя в контрнаступление, и уже, пожалуй, нет такого участка на территории России, где бы Украина не могла доставать их своими дронами. Этого не было даже месяц назад. Это всё говорит о том, что Путин оторван от реалий. Он не понимает, что происходит на самом деле. Но ситуация в мире складывается именно в его пользу. Я считаю, что то, что сегодня мы имеем, то варварское нападение палестинцев, террористов на Израиль, это рукотворчество именно Путина. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Почему? Потому что это прежде всего отвечает его требованиям. Отлечь внимание мировой общественности, прежде всего Америки и Запада, которые поддерживают Украину вооружением, от Украины. Заняться Ближним Востоком. А Ближний Восток – это как раз-таки тот самый узел, где решаются мировые проблемы. Это Китай, это Ближний Восток, это Саудовская Аравия, Иран, Америка, Европейский Союз и, конечно, сам Путин. И вот он сегодня, рассчитывая на то, что он разыграл эту карту, знаете, через Иран, конечно, убедив Иран в том, что нужно сегодня это разыграть, обязательно, это будет в пользу и Ирана, и России, и, конечно же, Северной Кореи, где, говорят, уже поступает огромное количество вооружений из Кореи. Вот уже спутниковая система показывает уже 17 вагонов, движущиеся по жизни с дороги Северной Кореи в России, уже обнаружены. То есть всё вместе взятое говорит о том, что это проект путинский, в этом нет никакого сомнения, и что сегодня Запад оказался в очень трудном положении перед выбором. Как быть? И у всех на устах один вопрос. Как это скажется на войне в Украине? Как Запад дальше сможет ли в тех же, по крайней мере, в тех же объёмах, оказывать помощь Украине? Это главный вопрос. Плюс к этому всё ещё усугубляется в нашей внутренней обстановке, в Конгрессе. Вы посмотрите, сегодня этим негодяям, отщепенцам, крайне правым, удалось скинуть спикера Нижней Палаты, Кевена Маккарти, большого друга Украины, который всеми силами пытался добиться того, чтобы 24 миллиарда, которые Байден предложил, были подписаны обеими партиями и обеими палатами, и были представлены Украине. Но это не удалось. И вот теперь, на следующей неделе, окей, у нас будут голосования, у нас будет, и будет выбран, это в среду, будет выбран новый спикер, борьба идёт между двумя явными кандидатами, а окей, Джим Джордан, настоящий председатель юридического комитета Нижней Палаты претендует, с одной стороны, кстати, его уже поддержал Трамп, и Джимми Джордан меня шокировал, я до сих пор ему очень симпатизировал, я восторгался им, но вдруг он сегодня заявляет, что надо всё-таки сконцентрироваться на внутренних проблемах, у нас своих больше, чем нужно, надо ассигновать, прежде всего, финансировать южные границы наши, и так далее, и тому подобное, говоря о внутренних проблемах, и ни слова об Украине. Его оппонент, Стив Скалец, главный помощник Чевана Маккарти, тоже претендует на должность спикера, он за безоговорочную помощь Украине, вот это очень важно, будет борьба, нужно набрать 218 голосов, не исключено, что будет два, а может быть даже и три этапа выбора спикера, я вам напомню, Кевана Маккарти был избран 15-й раз, когда 15 раз было предпринято попыток голосования, я не думаю, что в этот раз будет такое же количество, или даже близкое, но, я не исключаю, что вполне возможно будет неоднократная попытка, два или три раза пока будет выбран спикер, вполне возможно. Вы видите, насколько многослойная проблема сегодня перед многострадальной Украиной, я уже не представляю, какие испытания должна пройти Украина, прежде чем она победит, в том, что она победит, в этом нет никакого сомнения, даже скептики сегодня говорят, враги Украины, говорят, что Украина непобедима, мы уже убедились в этом, это они, а нас убеждать не нужно, мы это увидели в первый же день, когда Зеленский ответил Байдену на желание прислать самолет, чтобы он уехал, он ответил, нет, мне не самолет, нам нужно оружие, это дух украинского народа, и поэтому сегодня это трипология Путина, расчеты на то, что, во-первых, вот он, я по пунктам перечислю, первое, количество снарядов у Украины кончается, представьте себе, он такие цифры приводит, значит, 14 тысяч снарядов производит Америка в месяц, а Украина тратит в день 5 тысяч, ну, во-первых, его дезинформировали, во-первых, не 14 тысяч, а 28 тысяч, если по-честному, с другой стороны, он балбес, он не понимает, что, во-первых, у нас же есть еще НЗ, ведь речь идет о том, что производится, у нас есть неприкосновенный запас, их миллионы этого снаряда, причем разного калибра, разного назначения, причем они периодически восполняются, сроки давности исходят, их у нас используют, или, например, Украине посылают, и новые пополняются, он это не знает, он же балбес, он никогда нигде не учился, и не верьте его дипломам юридическим, они куплены, потому что он был КГБшником, понимаете, поэтому он не знает об этом, или его дезинформируют, лапшу на уши ему вешают, поэтому это с одной стороны, а с другой стороны европейские же страны производят, вот буквально вчера Дания заявила, что она уже производит тысячи снарядов для Украины, и я не говорю о том, что другие страны поставляют, которые ранее получили, они в этом не нуждаются, они понимают, что оказывая помощь Украине, они оказывают помощь самим себе, то есть создают безопасность своего будущего, вот это все имеет место, а их 30 стран, членов НАТО, поэтому он должен знать об этом, Украина никогда не останется без оружия, это 100%, значит, в этом он уже не прав, второе, что он называет, это, конечно же, он рассчитывает на то, что вот выборы в Америке, и вот республиканская партия, которая сегодня смогла выдворить с должности спикера Кевена Маккарти, и что спикером будет именно про Путин, про Трамповец, как они говорят, и тогда уже, вот когда республиканцы выиграют во главе с Трампом, война будет закончена, и в то же время Путин говорит, а мы не будем ждать этих выборов, войну мы выиграем очень скоро, Украина сдастся, то есть он бьет на истощение, то есть вести войну на истощение до тех пор, чтобы украинский народ восстал, устал, так же, как и европейцы, так же, как и американцы, и плюс к этому, конечно же, я возвращаюсь к тому, с чему мы начали, это война в Израиле, это ему на руку, на сто процентов, на руку по всем причинам, вот, пожалуйста, сегодня уже Америка направляет военно-морские силы дополнительные в Средиземное море, ближе к берегам Израиля, это не случайно, это сигнал о Хезболе, которая уже начала знаете, вот пристреливаться Израиль уже начинает перебрасывать свои войска к северным границам, то есть обстановка нагнетается, я, конечно же, честно говоря, в шоке от того, что произошло, я никогда не мог подумать, что израильская армия позволит этим бандитам ворваться на территорию Израиля, захватить 22 пункта населенных, убить, сегодня вот буквально недавно СНН передал более 700 израильтян уже убито, более, более тысячи ранено и несколько сот захвачено в плен, там, женщин, стариков, как вы уже сказали, то есть идет, как Израиль мог допустить это, где израильская хваленая разведка, а где те самые железные купола, понимаете, все вместе взятое, оно вызывает вопросы, но я думаю рано или поздно мы будем знать ответы, израильское руководство само займется расследованием, чем это будет. Борис, я думаю, отвечать на эти вопросы в Израиле обязательно будут, просто после того, как смогут отбиться те, кто хочет поставить под сомнение их вообще существование, и я вам скажу, что даже я уверен и в войне, которую сейчас ведет Россия против Украины, тоже много вопросов, на которые, возможно, внутри Украины рано или поздно придется отвечать, но сейчас вопрос выживания стоит на первом плане, я абсолютно согласен. Поэтому вы посмотрите, сколько аналогий ситуации в Украине и в Израиле, параллели, вы посмотрите, как много одинакового. Я не исключаю, что коллаборанты есть и в Израиле, я не исключаю, что тоже самое, причем, если израильские коллаборанты работают на левых против Биви, на Таньягу, когда возглавляет правое крыло, чтобы подставить его, такое вполне возможно. Почему? Потому что я помню, буквально месяц-два назад резервисты отказались приходить на службу в угоду левым радикалам, негодяям, которые хотели скинуть Биви только за то, что он, Биви, на Таньягу, за то, что он хотел провести судебную реформу. Я не исключаю, что вот этот фактор сегодня тоже сработал. Но рано или поздно, как вы правильно сказали, расследование будет, и мы узнаем всю правду. Точно так же, как и в Украине. Вы помните, как много было упущений, провалов именно благодаря предательству, коллаборантам, которые желаемые выдавали за действительное, работали на Путина и многое другое. Все вместе взятое. Но одно неоспоримое, что сближает евреев, Израиля с украинцами, это патриотизм, это любовь к свободе и к демократии, которая их объединяет, израильтян и украинцев. И поэтому израильтяне в большинстве своем были друзьями Украины, остаются и будут, и будут еще помогать. И я уверен, после этой войны Израиль открыто будет посылать то оружие, в котором Украина нуждается. Я в этом уже не сомневаюсь. Если до сих пор через третьи страны кое-что посылалось, я имею в виду за пределами гуманитарной помощи, то сегодня после войны я уже не сомневаюсь. А война, когда не закончится, победа Израиля, в этом нет никакого сомнения. Одно очень пугает, настораживает то, что европейские либералы и даже в Америке уже начинают говорить «Ой, пожалуйста, не стреляйте по гражданскому населению газы», к примеру. Будьте осторожны. Уже приводят цифры, сколько гражданских лиц якобы погибло в газе после воздушного налета израильских вооруженных сил. Вот это уже настораживает. Но Израиль должен быть к этому готов. Плевать на эти разговоры. Точно так же, как и Украина бьет по городам российским, откуда идут обстрелы, между прочим. Поэтому украиновские войска тоже не должны ни на кого не обращать внимания. Ни ООН, ни какие там правозащитные организации око за око, зуб за зуб и даже в 10 раз больше. Вот так должно быть. Тогда будет победа. Поэтому я возвращаюсь к Израилю. Я вам скажу, это прямое имеет. Успехи Израиля — это успехи Украины. Почему? Потому что победа Израиля — это поражение России. Победа Израиля — это поражение Ирана, который сегодня делает ключевую роль в обеспечении России этими дронами с Камикадзе и даже ракетами. Уже есть информация о том, что даже ракеты поступают из Ирана в Россию. Понимаете, всё это вместе взятое говорит о том, что мы и Украина, и Израиль заинтересованы в одном — в победе, в полной, безоговорочной. И никакой пощады не должно быть. Сегодня Хамас должен быть раздавлен. Газа должна быть раздавлена, сравнена с землёй. Более того, я бы дал бы Масаду задание ловить всех главарей Хамаса, где бы они ни были. Общеизвестно, что они ютятся в Катаре. Добывать, доставать, какой бы ценой это ни знал. Точно так же, как и Израиль добивал террористов, вы помните, после Мюнхенской Олимпиады. Абсолютно. Абсолютно согласен, господин Пинхен. Да, я уверен, что такие процессы будут идти. Вот я ещё хотел бы вот эту подтему закрыть привести пример такой вот злорадства и вообще такой попытка анализа с точки зрения Кремля ситуации в Израиле. Вот военный преступник по совместительству зампред Российского Совета Безопасности Медведев заявил, что начало боевых действий между Хамасом и Израилем это событие, которого можно было ожидать. И вот именно этим нужно было бы заниматься Вашингтону и его союзниками. А вместо этого, вместо активной работы над палестинско-израильским урегулированием так вот он сказал, эти придурки, цитирую, залезли к нам и помогают неонацистам сталкивать два близких народа. Конец цитаты. Ну, в целом, мы привыкли слушать разный бред от Медведева, однако, почему он перекладывает ответственность сам, опять-таки, поддерживая Иран, который поддерживает и боевиков Хамас в том числе, перекладывает ответственность себя на Соединённые Штаты. Почему Штаты должны были этим заниматься по версии Медведева? Ну, слушайте, они видят в Америке главное зло, которое и якобы не даёт этим варварам оккупировать Украину. В этом всё проблема. Я ещё раз возвращаюсь к тому, что я уже сказал. Они не хотят признавать, что, если я вам честно скажу, даже если Америка перестанет помогать Украине, Запад откажется, Украина не сдастся, Украина всё равно победит. Я вам приведу пример. Америка 20 лет была в Афганистане. Она ушла оттуда несолонахлебавшей, к примеру. И чего она добилась? Ничего. Уж если Афганистан сохранился, а что говорить об Украине? Вы понимаете, как они, эти же балбесы, негодяи, типа Медведева и другие лизоблюды путинские, они не хотят признавать, с кем они имеют дело. Поэтому я ничуть не сомневаюсь, что Украина победит, несомненно, всё дело во времени. И Украина, я видно по всему, она же не жалеет ничего, весь вопрос в цене. А Украина за ценой не постоит. Вот это самое главное. Поэтому вот эти вот разговорчики, они как раз таки и выдают того же Медведева и Путина в том, что они рады тому, что возникло сегодня на Ближнем Востоке. они уверены, что сегодня это внимание Запада переключится на Ближний Восток. И без того захлёбывающаяся оборонка Запада, она сегодня будет вынуждена распыляться на Ближнем Востоке. И это очень скажется на успехах ВСУ в Украине. И тогда это даст возможность России ещё больше атаковать. А вы посмотрите, ведь частота атак российских на украинских территориях не убывает. Напротив, каждый день мы слышим и видим, сколько жертв приносит Украина своим гражданским населением. Вот всё это говорит о том, что положение крайне, крайне усложняется. Сегодня американцы не случайно вводят военно-морские силы в Средиземное море, причём с ядерным оружием, я хочу подчеркнуть это, это посыл Путину тоже, что Америка в состоянии справиться, работая, помогая своим друзьям по обе стороны Средиземного моря и Чёрного моря, к примеру. Поэтому я хочу сказать, что надежды Путина, они иллюзорны, они несбыточны. Вы посмотрите, какая поддержка сегодня Израилю сегодня в обеих палатах и в то же время я особо хочу подчеркнуть, несмотря на то, что наши средства информации сегодня уже третий день ни слова почти не говорят об Украине, постоянно говорят об Израиле, несмотря на это конгрессмены, кто бы ни выходил в эфиры, и CNN, и Fox News параллельно с Израилем говорят об Украине. Вот это меня радует. То есть сегодня эти две страны переплетены в наших планах, в наших чаяниях, в боли, которые мы испытываем по отношению к обеим этим двум странам. Поэтому я хочу обратиться ко всем нашим слушателям, отвечая на ваши вопросы, тревожные вопросы, убавится ли помощь Америки в связи с событиями войной в Израиле в Украине, не переживайте, абсолютно нет. сегодня эти обе страны одинаково близки для американцев. Ничуть никто не является более любимчиком менее, но одинаково обе страны свободные, демократичные и борются за наши же ценности, которые нас объединяют. Спасибо, Борис. На самом деле это был один из главных вопросов, который я хотел сегодня задать. Вы прям сами его задали, сами на него ответили. Спасибо вам. Мы очень будем на это надеяться, потому что действительно есть переживания о том, что экстренная помощь Израилю после нападения могла каким-то образом отразиться на поставках вооружения Украины. Спасибо, что ответили на этот вопрос. Друзья, вы, кстати, ваши слова поддержки народу Израиля оставляете в комментариях. Нас смотрят много граждан этой страны, им будет очень приятно почитать ваши пожелания силы им. На самом деле мы мыслями сейчас не только с нашими защитниками, которые защищают Украину, но и с теми, кто сейчас обороняется от варварских атак террористов на Ближнем Востоке. Друзья, у нас отличная новость. На наших YouTube-каналах в гостях у Гордона Дмитрий Гордон и Олеся Бацман появились новые возможности для нашего с вами более тесного дружеского общения. Теперь под этим видео и под каждым видео у нас на каналах есть специальная волшебная кнопочка «Спонсировать». Нажимайте на нее и становитесь спонсором канала. Вы можете выбрать разные уровни и, соответственно, получить разные дополнительные опции и бонусы. От возможности иметь именные обозначения возле наших никнеймов и использовать авторские эмэдзи «Со мной» и с Олесей Бацман на ее канале до участия в закрытом онлайн-общении «Со мной» только для нашего спонсорского клуба каждый месяц. Спасибо всем, кто вступает в наш спонсорский клуб. Вся команда, которая работает над тем, чтобы наши каналы были самыми лучшими, самыми яркими и самыми интересными, очень это ценит. Давайте двигаться дальше. Вот, кстати, о военной поддержке. «Зе Телеграф» сообщил о том, что Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете помощи для Украины до 100 миллиардов долларов. Этот единый пакет, если будет принят, как пишет «Зе Телеграф», это поможет администрации Байдена обеспечить помощь Украине до самых президентских выборов и избежать дальнейших дебатов в Конгрессе по поводу расходов на Украину в следующем году. В целом, насколько действительно сможет администрация президента, но и вообще те, кто поддерживают предоставление помощи Украине, обеспечить ее хотя бы до президентских выборов и все-таки заложить эту помощь единым пакетом, не знаю, или как угодно в этот финансовый бюджет на следующий год. на мой взгляд, есть два фактора, которые могут повлиять на это. Первый фактор – кто будет спикером. Это первое. Значит, я уже сказал, два кандидата на эту должность. Один явно говорит о том, причем поменял свое мнение тот же Джим Джордан, он вначале был за Украину всегда, и вдруг в последнюю минуту он в угоду, видимо, Трампу стал говорить о том, что надо больше думать о внутренних проблемах. Украина – это второстепенно. Вот это один из кандидатов, а Стивен Скалис постоянен, между прочим, он как был за Украину, так и остается по сей день. И кто-то из них. Давайте будем говорить о худшем варианте. Допустим, Джим Джордан станет спикером. Что может быть при этом? Конечно же, он не может отвергнуть 100 миллиардов at all. он не может, потому что в конце концов подавляющее большинство республиканцев всё-таки за Украину. Это он будет подыгрывать этим негодяям, крайне правым, отмороженным, которые сегодня за изоляцию Америки от остального мира, за то, чтобы Америка, как говорится, make America great again, они её деформируют. Это совсем не то, что мы, рядовые американцы, республиканцы, имеем в виду, когда поддерживаем Трампа, когда говорим make America great again, это значит, Америка должна быть сильна и в экономике, и в военных, вооружениях военных, конечно же, и в науке, и в спорте, и многом другом. Вот это мы имеем в виду. А то, что касается сегодня вот этих крайне правых, доводят до своего обывателя, говоря о том, что make America great again, это значит, мы должны думать прежде всего о себе, а потом об остальных, это противоречит главным ценностям американского общества, которые гласят, что мы обязаны поддерживать те демократические страны, которые стремятся быть свободными, или к той самой демократии, о которой мы говорим, те самые, которые отвечают нашим чаяниям, нашим требованиям, и готовы поделиться с нами нашими бедами, тоже Украина одна из них, я не говорю уже про Израиль, понимаете, поэтому в этом отношении, если Джимми Джордан станет спикером и начнет подыгрывать тем, ради которых он поменял свое мнение, то я не сомневаюсь в том, что эти 100 миллиардов с первого захода не будут приняты, абсолютно нет, будут ставиться какие-то условия, одним из условий будет, конечно же, прозрачность, я лично за это, это вот, это требование, оно не снижалось никогда, оно всегда существует в требованиях как крайне правых, так и умеренных республиканцев, под прозрачность имеется в виду исключение или сведение к минимуму той коррупции, которая имеет место как в Америке, так и в Украине, вот это очень важно, и это первое. Второе, конечно же, республиканцы будут требовать от демократов уступок в подписании вот этого транша помощи Украине, уступок со стороны демократов, например, они будут просить денег на строительство забора на границе с Мексикой, это первое, это позитив, второе, они будут просить снижение затрат на так называемую чистую экологию, это второй вопрос очень важный, вот, и третье, что не менее важно, с тем, чтобы это то, с чем занимался Трамп, открыть те залежи, нефтедобычей, которые Байден закрыл, вот это очень важно, и в том числе разрешить возобновить угледобывающую сферу, вот это очень важно, от чего пострадало очень много горняков в Виржинии, к примеру, в других штатах, вот это будет, вот перечень вот таких требований может быть, может иметь место, и насколько я знаю, когда мы обсуждаем программы, планы республиканцев, это всегда у нас повестки дня, вот такое может иметь место, если даже 100 миллиардов не будут приняты с первого захода, они могут приниматься по частям, вот, например, в первом квартале, допустим, 200 миллиардов, в следующем, там, допустим, нет, то есть 20 миллиардов, потом 100 миллиардов, вот таким вот образом, потихоньку пополняют запасы Украины в вооружениях, но я хочу о другом сказать, во-первых, нам не нужно ждать 25-го года, Украина должна победить уже в этом году, она может, есть все предпосылки для этого, достаточно Украине дать АТО КМСы и самолеты Ф-16, о которых мы с вами говорим постоянно во всех эфирах, но есть хорошая новость, АТО КМСы уже в движении, если они уже не поступили в Украину, речь идет о первой партии 100 систем АТО КМСов, которые, снарядов АТО КМСов для Хаймерсов, которые, по данным американских экспертов, якобы исчерпали свой срок действия, то есть в 2003 году они уже, их срок действия закончился, и вот их можно отдавать, и россияне, которые уже получили эту информацию, потирают руки, говорят, ох, извините, извините, Борис, вы сказали в 2003 или в 2023? В 2003, нет, в 2003, это 20 лет уже прошло, вы представляете, 20 лет уже прошло, поэтому они говорят, что срок истек, и они там лежат где-то, их надо уже перерабатывать, как металлолом, к примеру, и вот русские, узнав об этом, говорят, а о, это здорово, украинцы получат металлолом, но они лгут, дело в том, что эти, исчерпав свой срок действия АТОКОМСы, они обновлены, там новые модернизации произведена, это для стран-союзников, вот это очень важно, те, кто не против, по значительно меньшей цене, они могут купить их, получить, Украине это дается бесплатно, причем модернизированные, которые могут исправно работать, ничуть не хуже, чем современные, хотя бы, хотя бы, для меньшего радиуса действия, там радиус действия берется от, по-моему, от 20 до 300 километров, то есть, они могут действовать на 20, на 30, на 40 километров, вот такие малые радиусы действия, но эффективные, вот это очень важно, поэтому я уже 100 из них уже выпущен, отправлены, или в движении, как они говорят, с экспертами, то есть, если еще не получили, то они могут получить в ближайшие дни, другими словами, очень много из видов вооружений современных, они поставляются, многие не обнародуются, вот это очень важно, и одно надо запомнить, Америка, столько вложившая в Украину, никогда не отступится от того, что сделала, с чего начала, никогда, я говорил повторю еще раз, сегодня у Байдена настолько плохие дела, что даже вот то, что происходит сегодня в Израиле, он виновен в этом, страшно виновен, хотя бы потому, что именно по его вине сегодня Иран поставляет дроны в Россию, почему, да потому, что с 79-го года Иран обвешан таким количеством санкций, что уже пора кончать говорить о санкциях, пора действовать, давно пора атаковать те военные производства Ирана, которые нацелены на производство этих дронов и ракет, этого Байден не делает, более того, он сделал такую глупость, которая является преступлением, он буквально на прошлой неделе дал команду выделить Ирану 6 миллиардов долларов в обмен на пятерых американцев иранского происхождения, оказавшихся в плену так называемым у них там и в обмен, но мы отпускаем своих пятерых там арестованных у нас, они отпускают наших американцев пятерых и еще мы подсластили этот обмен 6 миллиардами долларов, но это деньги иранские замороженные, замороженные это были санкции, вы понимаете, и правильно сделали, тем более если Ирану дан статус спонсора терроризма, зачем же его поддерживать, если бы он направил эти деньги на народные нужды, на образование, на медицину и так далее, инфраструктуру гражданскую, это другой вопрос, так вот сегодня Байден прикрываясь тем, что вы знаете, Иран будет использовать деньги для народных нужд, а Иран тут же подставил Байдена, заявив, что ничего подобного, мы используем эти деньги на свое усмотрение, и вот не успев эти деньги получить, началась атака Хамаса против Израиля, и начались новые производства тех же дронов и тех же ракет, которые поступают в Россию, кстати, один из танков подбитых террористами, он подбит именно дроном, произведенным в России, вот вам пример, напрашивается вопрос, как этот дрон оказался в руках у Хамаса, это подтверждение тому, с чего мы начали нашу передачу, Путин приложил руку к тому, что сегодня происходит в Израиле, в этом нет никакого сомнения. Ну и, не говоря уже о том, я не люблю искать конспирологию, однако, то, что война началась в день рождения Путина, может быть, и было, скажем так, символичным подарком от боевиков или от того же Ирана, кто знает. А почему нет, когда в последнее время Путин постоянно изрыгает антисемитскую риторику, посмотрите, это как раз подкрепление действиями. Он свои слова подкрепляет своими антисемитскими действиями. Вот это праздник Симхаторы, один из редких радостных праздников еврейского народа, да ещё Шаббат, вот это вместе взятое, и вот вам, и ещё Йонг-Кипур, вот, кстати, праздник 70 лет. Повторение, повторение истории 50-летней давности абсолютно спойной суммонки. Всё это в одном пакете, всё это говорит о том, что сегодня Украина и Израиль в одной лодке. Против них вот такая вот ось Москва, Тегеран, и там, конечно, и Северная Корея. Интересно, какая реакция будет Китая? Сегодня Китай пока молчит, ни слова не сказано об терактах и о этой войне в Израиле, ни слова пока не сказано, вот это очень интересно. Поэтому другое желание Путина вместе с Ираном, это, конечно же, приближающиеся переговоры с заключением договора о взаимной помощи и сотрудничестве между Саудовской Аравией и Израилем. Это как раз таки нежелательно было бы как для Ирана, так и для Путина. И вот сегодня уже Саудовская Аравия должна, конечно, выразить свою поддержку палестинцам. То есть они надеются на то, что вот этот приближающий заговор будет, по крайней мере, отложен, если он вообще не будет на вечные времена уйдет надолго в неизвестность, будет ли когда-либо. Вот на это рассчитывают сегодня эти террористы в лице Путина и Ирана. Вот это все вместе взятое. Поэтому огромное испытание сегодня испытывает как украинский народ, так и евреи Израиля. Вы знаете, очень плохой запашок издается о возможной мировой войне. Почему? Потому что сегодня то, что Америка уже послала военно-морские силы с ядерным оружием в Средиземное море, и там уже находится давно форт наш, крупнейший в мире авианосец ядерный, между прочим, все это говорит о том, что, наверное, американская разведка имеет какую-то информацию и просто это сигналы к тем движениям, которые могут быть предприняты тем же Путиным, негодяем, и, например, тем же Ираном, который может спровоцировать новый виток эскалации на Бриде-Востоке руками Хезболы, базирующейся в... Абсолютно, с вами согласен, Борис. Вы, кстати, друзья, большинство из тезисов, которые сегодня говорил Борис, подтверждал, и мой прошлый собеседник, офицер армии обороны Израиля Григорий Тамар, с ним новое интервью, кстати, вышло на ютуб-канале Дмитрий Гордон, всем рекомендую посмотреть, если хотите полностью понять, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Дорогие друзья, благодаря в том числе интернет-магазину Гордон Шоп, мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем, заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты, Гордон в шоколаде, птичье молоко, а еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Борис, давайте напоследок еще очень любопытный материал выпустил The Washington Post. В нем генерал Залужный рассказал журналистам о том, как из-за ссоры целую неделю не общался с генералом США Марком Милли, главой тогдашнего объединенного комитета начальников штабов США. Значит, по словам Залужного, в начале войны, когда речь шла вообще о выживании Украины, о поставках нового вооружения, Залужный, как он сказал, я как будто говорил сам с собой, потому что якобы Марк Милли его тогда не воспринимал его просьбы о поставках большего количества вооружений, поэтому Залужный решил общение прекратить. Целую неделю они не общались и в итоге Залужный признал, дальше цитата, он говорит, я был упрям, как и он, но он был умнее, а я был глупее. Честно говоря, из-за своей молодости и глупости я признаю, что это была моя ошибка, это была настоящая катастрофа и в конце концов я сдался. Конец цитаты. В целом, ну, генерал Залужный, ему 50 лет, напомню, говорит, из-за молодости и глупости, да, блестящий главнокомандующий, уже зрелый мужчина, однако, да, вот неделю не разговаривать в начале войны, потому что якобы Марк Милли не слышал призывы о поставках большего количества вооружения. Это, видимо, то, о чем мы с вами говорим уже много-много-много раз. Сначала, то есть, да, почему нужно оттягивать до какого-то критического момента с поставками этого вооружения, если в итоге все равно оно поставляется, но просто за это время погибает сколько украинских военнослужащих и мирных жителей, да, вот можно, пожалуйста, ваш комментарий по поводу вот этой ссоры за генералов, да, и в целом вот основная мысль, конечно, о том, зачем вот это постоянно тянуть. Вы знаете, вот в этом, знаете, вот в этих словах Залужного искренне в его исповеди, он исповедовался, он признал, назвал себя виновным, а я ничуть не считаю его виновным, абсолютно нет, он был искренен, он был чист, душой, как ребёнок, который говорит правду. Вы понимаете, а Залужный позже понял, что здесь нужна была быть дипломатия, то есть даже если ты прав, то не старайся её, знаете, выдвигать, как в первую очередь, старайся вилять, подбирать более такие доступные слова, которые будут милы для души собеседника твоего. Так вот, Залужный лично для меня это звезда мирового класса, ему нет равных сегодня, это выдающийся полководец, который является достойным сыном украинского народа. Он такого восхищения требует, вы знаете, я внимательно слежу за ним, и я сужу о нём по отчётам, которые приводятся в комитетах по вооружению, по разведке, очень интересные отчёты. Я не знаю ни одного отчёта о положении в Украине, где бы с восторгом не отзывались о генерале Залужном. Я вам говорил и повторю ещё раз, он непременно станет генсеком НАТО, я в этом ничуть не сомневаюсь. И вот Залужный в этой своей исповеди так самокритично подошёл к себе, потом говорит о том, насколько они приблизились к Марку Миле, они были настолько близки друг к другу, что не было дня, когда они в день по два-три, а то и более раз общались, обменивались мнениями. И Залужный тогда, когда он себя корит в том, что он был неправ, это не так, Залужный говорил правду, он говорил как раз то, что существует на полях Украины и в чём Украина нуждается. И вы посмотрите, все его слова подтвердились дальнейшей жизнью, ведь посмотрите, даже те же джевелины поставлялись в первые дни в ограниченном количестве, потом пошли гаубицы, три семёрки в ограниченном количестве, аж в июне 22-го года стали поставляться хаймерсы, и то в единичном количестве, а вы посмотрите, когда поступили патриоты, это после Бучи, после Ирпеня, после Изюма, а если бы они раньше были, а что говорить о Херсоне, а что говорить о Харькове, об Одессе, даже Одесса по сей день главный порт в зерновых поставках, по сей до недавних пор не была покрыта этими патриотами, я не говорю аж о дайте системе нофлайзон, о тактике, ведь до сих пор украинское воздушное пространство не покрыто, до сих пор нет Ф-16, поэтому с самого начала залужный гениальный, он предвидел, что может произойти, он уже знал, где что может и просил дайте минимум, вы помните тот список вооружений, которые залужный просил, он так скромно попросил, там где он просил 10 надо было 100 дать, там где просил 20 надо было 200 дать, вы посмотрите насколько он стеснителен, но он говорил минимум дайте, дальше мы сами, и вы посмотрите, я помню в отчетах приводились его изобретения, изобретения вести войну в городских условиях, именно европейских, ведь ни одна армия в мире после Второй мировой войны не имела такого опыта ведения войны, как украинская, да, Америка воевала в Корее, в Афганистане, в Ираке, в Афганистане, но разве их сравнить с теми войнами, которые сегодня ведет Украина в городских условиях, это ведь несравнимо, именно, и более того, не имея воздушного прикрытия, я повторяю, Украина смогла отвоевать Киев, Днепр, она отвоевала Херсон, Харьков, Одессу, я повторяю все это, чтобы люди знали об этом, что это заслуга тоже именно залужного, это его изобретение, а как он маневрировал той горсткой группой армии в сравнении с этой армадой, которая двигалась на него, там не считали же, это негодяи, сколько солдат они послали, сколько они теряют, но ведь у залужного главной целью было сохранение жизни каждого солдата украинского, ему это удавалось, он максимум мог, что сделал, он разбивал это на мелкие группы, и атаковал, как вот там в отчетах приводится сравнение с Коброй, он атакует и тут же отходит в сторону его группа и меняет место локации, чтобы ответного удара не было, вот этим он смог сберечь тысячи жизней, при всем том, что потери украинской армии очень велики, и многое другое он изобрел, он принимал участие в принятии решений о интеграции антикорабельных ракет к МИГам, вот это была одна из его, один из его вкладов, он многое принимал участие во многих новшествах, новаторских идеях, которые предпринимало ВСУ, в этом его огромная заслуга, более того, я не сомневаюсь, все те новые методы ведения борьбы, войны, которые ведет ВСУ сегодня, они уже войдут в учебники военных академий мировых стран, в том числе Америки, и методы заложного будут под отдельным грифом генерал заложный и его новаторство, я бы так назвал. Знаете, у нас в Агайо, я говорил и повторю, еще раз создан центр по обмену опытом между американскими военными, вот как в тех войнах, которые я перечислил, и украинской войной, и вы знаете, там очень многому учатся американцы и украинцы, очень многому, поэтому я хочу сказать, что повторю, я возвращаюсь к войне в Израиле, это еще больше приблизило два народа, вот эта война в Израиле, почему, потому что те, знаете, сомнительные лица в Израиле, которые говорили, ну подождите, у нас своих проблем полно, сегодня поняли, что Украина вот это переживает уже более чем полтора года, более того, ведь, чего греха-то из, Израиль намного сильнее вооружен, чем Украина, Израиль имеет свои военно-воздушные силы, в конце концов, железные купола, в конце концов, многое другое, да я уже не говорю о ядерном оружии, которое Израиль может иногда и пригрозить, чего там, тот же Иран, к примеру, то есть всего этого же у Украины нет, вот это очень важно, и тем не менее, я вам скажу, сегодня эти два народа сплетены как никогда, поэтому мы говорим война, победа в Израиле, подразумеваем войну в Украине, говорим победа в Украине, подразумеваем победу в Израиле, поэтому все это вместе взятое, не надо унывать, напротив, это пройдет, все проходит, и это тоже пройдет, я в этом ничуть не сомневаюсь, этого слова великого ряда Соломона, это приемлемо сегодня и к Украине, и к Израилю тоже. Спасибо, спасибо, Борис, за вашу поддержку, друзья, вы ваши слова поддержки и украинским защитникам, и силам обороны Израиля, и рядовым украинцам, израильтянам, пишите в комментариях, ну, уверен, они это оценят, и ваши слова поддержки и генералу Залужному также, сегодня мы, как бы, уделили многое внимания ему, поэтому, друзья, уверен, вы тоже очень цените вклад главнокомандующего в нашу победу, сегодня с нами был американский политик Борис Пинкус, Борис, искренне благодарен за то, что всегда находите для нас время, за вашу поддержку, спасибо вам, друзья, вы для того, чтобы ничего не пропускать, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, в гостях у Гордона, подписывайтесь, ну, и поставьте лайк этой беседе по-честному, пускай большее количество людей увидят это видео, потому что главный вопрос сегодня звучал, и ответ на него тоже прозвучал, скажется ли война на Ближнем Востоке на поставках вооружения для Украины, Борис Пинкус уверен, продолжаться будет эта поддержка, и помощь вся необходимая тоже придет, спасибо, большое и слава Украине! Героям слава!